МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА АПЛОДИСМЕНТЫ Добрый вечер! В прямом эфире на канале НТВ очередной выпуск Глаза народа в студии программы Евгений Киселёв. Сегодня, после того, как Владимир Жириновский, выступая в прямом эфире программы Герой дня на НТВ, вновь заговорил о том, что надо бы запретить программу куклы, он всегда это говорил, здесь надо отдать должное Владимиру Вольфовичу в последовательности, мы решили вернуться к этой животрепещущей теме. Я напомню, что уже не раз в новейшей российской истории резиновые персонажи, популярные программы, идущие на нашем канале, становились объектом внимания правоохранительных органов, а также политически бдительных граждан. И предысторию вопроса напомнит в своем материале мой коллега Алексей Пивоваров. Куклы — это телепроект, который не может устареть. По актуальности он сравним с телевизионными новостями, но новости — это то, что мы знаем о политиках, а куклы — это то, чего мы не знаем, но чувствуем. Позвольте представиться. Человек я незаметный, но фамилия выразительная. Хайт. Сатиру можно не замечать, можно на нее обижаться, но воевать с сатирой бесполезно. Войны с программой куклы только добавляли ей популярности и материала. Сражаясь со смехом, нельзя не стать посмешищем. Первая неприятность случилась через месяц после премьеры, в декабре 1994-го. Неизвестные злоумышленники взломали железную дверь и похитили пять кукол. Их пришлось делать заново, но о краже сообщили все национальные телеканалы, невиданная реклама конкурента. Через полгода на борьбу с резиной поднялся и у генерального прокурора. Так все узнали. По выходным Алексей Ильюшенко смотрит НТВ. Ах, зачем я на свет появился? Ах, зачем меня мать предела? В данной передаче унижена честь и достоинство президента и премьер-министра. Я бы не сказал там об остальных. Почему? Потому что все-таки я считаю, высшие должности лица страны – это глава и премьер-министр. Грянувший скандал закончился триумфом для кукол и тюрьмой для Ильюшенко. Вскоре его арестовали за финансовые махинации. Через два года, выйдя на волю, он признает, уголовное дело против кукол было ошибкой. Вся эта история подтвердила – никто не следит за куклами внимательнее, чем их прототипы. Те, кто видел себя на экране, знают, что на экране ты себя узнаешь последним. Сначала ты узнаешь всех вокруг, а потом – а кто этот? А, это я. Себя узнаешь последним. Себя-то мы не видим. Поэтому они себя тоже не видят, они себя представляют неадекватно. Куклы, как всякие персонажи, склонны к самостоятельной жизни. Их отношения с прототипами иногда дружелюбны, иногда прохладны, но всегда интимны. Прихожу в Думы – никого, в Кремль – никого, поругаться не с кем. Заговор, заговор однозначно. Это слово «однозначно» навязали всей стране. Все к мне подходят и пытаются слово произнести, думают, что мне нравится, это мое слово. То есть искажение полностью, а главное в политическом плане. Везде какой-то трусливый, что-то между чего-то, там выглядываю откуда-то, что-то сказал и сбежал. Жириновский может теперь биться в подучи, утверждая, что он не говорил никогда слова «однозначно». Но это уже никому не докажет. Слово действительно он один раз сказал, его поймал наш актер Сергей Безруков на звучании. Точно так же, как Лебедь никогда не говорил «упал, отжался». Но это так легло на образ, что это стало слоганом его президентской кампании. Кстати, он не заплатил. Упал, отжался. Зимой 99-го с куклами снова хотели судиться. На сей раз коммунисты. Автором идей был депутат Юрий Никифоренко. Ему показалось, что куклы Селезнева и Зюганова напоминают фашистов. Дальше ассоциации дело, впрочем, не пошло. По неофициальным данным, осенью 99-го из-за кукол собирали совещание в Кремле. Президентская администрация узнала в одном из персонажей Татьяну Дьяченко. Эту администрацию глубоко возмутило. Там Россия. Я в том смысле, что вся Россия. Новая, после Ельцинская эпоха предложила ретро-форму борьбы с куклами по моде конца 30-х. Письмо группы товарищей Санкт-Петербургского университета вызвало обвальный спрос на кассеты с записью программы «Крошка Цахис». Я вас предупреждаю об опасности диверсий. В настоящее время следует как никогда повысить длительность. Спиноза! Просто спиноза! Авторы письма требовали изъятия с программы куклу Владимира Путина. Настоящий его президента поблагодарил сторонников, но дал понять, что за эту куклу не отвечает. Алексей Пивоваров, Телекомпания НТВ. Так вот, возвращаясь к самому последнему, самому свежему призыву Владимира Жириновского. Программу куклы «Запретить». Как здесь присутствующие к этой идее относятся? Скажите, пожалуйста. Нельзя запрещать. Потому что просто, я так думаю, что не должны обижаться действующие лица, потому что, мне кажется, это их внутренний мир. Ну и потом они узнаваемы, так это интересно, так оригинально. Их авторы дополняют. Мне кажется, им надо премии какие-то и на работу их куда-то принять. Гениально. Они и так никакие деньги получают за эту передачу. Еще мнение, пожалуйста. Может быть, кто-то за то, чтобы все-таки запретить программу? Конечно. Да, вот Алексей Митрофанов. Еще. Да здравствует фракционная партийная дисциплина, конечно. Прошу вас. Вы знаете, хочу сказать вот что. Вот в зале сидит много людей, но большинство из них, громаднейшим большинству, сама передача не относится. А вот те 15, 20, 25 человек, которые в ней участвуют, на самом деле от нее страдают. И в политическом плане, и в другом, и так далее. Страдают в том, что те ярлыки, те образы, имиджи, которые клеит им Шандерович, на самом деле многими потом воспринимаются как реальность. Как реальность. И это политикам действующим наносит вред. И влияет, извините, на политическую жизнь страны. И мы знаем это и на примере Зюганова, и Владимира Вольфовича, и на других. Сейчас таким образом раскручивается Путин. То есть вы создаете как бы нам образ Путина. Вот сейчас. Вот он новый человек появился на политической сцене. Вы нам придумываете, какой он должен быть. Вы нам показывали, какой там Жириновский, какой Зюганов и так далее. На самом деле вы вмешиваетесь в серьезную большую политику. Вы знаете об этом вообще? Вот. И несете ответственность за это? Апеллирует, видимо, к вам, Виктор. Прошу вас. Виктор, вы можете возразить? Да, ну, во-первых, на всякий случай. Ежели все-таки сажать, то тут все создатели, я их по имену могу назвать. Иван Кесашвили, автор сценария. Вы запомните их, пожалуйста. Да, да, да. Что ж я-то? Вот два режиссера, значит, Александр Черных и Григорий Любомиров. Да, запомните их, пожалуйста, всех. Александр Левин, он сделал карьеру на кукол, стал генпродюсером НТВ. Он начинал-то вот эти мерзости, он начинал сидеть. Поэтому, просто не я один, да? По сути дела, думаю, что образ Путина... Я был не первым, кто начал лепить образ Путина. Да? До меня его начали уже лепить, до нас его начали лепить. И лепили безвылазно месяцев несколько, да? Довольно удачно. Довольно удачно. Что касается того, что мы вмешиваемся, вы знаете, у одного немецкого поэта, Ханс Магнус Энсберг, у него было такое стихотворение замечательное. «Люди только мешают, путаются под ногами». Такое стихотворение. Мы мешаем, конечно, очень рейтингу политика, вообще народ мешает. Политикам это заметно. Если бы нас не было, вам было бы гораздо легче. Вы бы между собой замечательно... Что вы, собственно, чем вы и занимаетесь. Потому что чем вы там занимаетесь, никакого отношения к нам не имеет, большей частью. Я единственный, кому хорошо от того, что вы есть, потому что вы обеспечиваете меня работой. Понимаете? Ну, вы знаете, мы соберемся все вместе. Ну, мы, я имею в виду те, кто участвует в этих передачах, те, кто будет им помогать. И сделаем о вас передачу. Хотите? Давайте. И такую, что... Вы знаете, наконец... Мы вас размажем по стилке. Мы же тоже талантливые люди. Вы знаете, замечательно. Если за нас голосуют миллионы. Мы же талантливые люди. Давайте мы сейчас спросим. У нас, к сожалению, мы не можем собрать всех людей, на которых похожи резиновые герои программы «Куклы». Но вот сейчас у нас в студии в гостинице «Россия» с видом на Красную площадь находится один из них, Дмитрий Якушкин, сейчас советник администрации президента, в прошлом пресс-секретарь Бориса Ельцина, в недавнем прошлом. Дмитрий, скажите, пожалуйста, вам ваша кукла создавала в жизни большие проблемы? Нет, она не создавала проблем. Но кукла, конечно, это уникальная, интересная вещь. Когда я первый раз увидел свою куклу, то, конечно, сразу возникли замечания. Во-первых, она была совершенно неузнаваемая. И надо сказать, что среди моих близких, многие тоже люди, которые меня хорошо знают и привыкли ко мне, они не узнали. Вот с куклой какая опасность? Она... У вас создается такое впечатление, что она живет совершенно своей жизнью. И каждый раз, когда вы смотрите эту программу, вы ожидаете какого-то невероятного поступка с ее стороны. И вы испытываете такое странное чувство, что вы не контролируете этот процесс. Что есть еще один человек, который говорит вашим голосом, похож на вас, но делает то, что вы, может быть, никогда бы в жизни не сделали. Я хочу отреагировать на замечания по поводу того, как куклы лепят тот или иной образ. Это, конечно, неважно. Действительно, они что-то закрепляют негативное. Хорошо, когда они работают на человеческий образ, когда они подмечают какие-то человеческие черты, характеры. Вот тогда самые удачные передачи. Когда они разрушают политический образ, наверное, это не очень хорошо. Но что касается Путина, то, вы знаете, Путин настолько сильный человек, я бы сказал, интеллектуальный, самостоятельный человек, что для него любой негативный образ, который создается, если люди считают, что это негативный образ, с этим можно спорить. Понимаете, когда там нарушается вкус, когда нарушается этика. Ну, мы, в общем, прекрасно знаем, о чем мы говорим. Но он настолько сильнее такого рода вещей, что я думаю, что ему это совсем не страшно. И не грозит. Ага, Дмитрий, скажите, ну, в принципе, вот ваша принципиальная позиция. Такая программа, где авторы публично, с экрана телевизора, смеются, может быть, не всегда удачно, над просчетами, ошибками, неудачными заявлениями самых воспоставленных политиков. Она имеет право на существование или ее надо закрыть? Ну, ответ самый простой. Естественно, она имеет право на существование. Даже если я бы был против нее, я бы никогда не осмелился сказать, что я против. Я думаю, что никто в аудитории вашей так открыто не скажет. Конечно, это... А мы сейчас посмотрим. Ну, я не знаю, давайте действительно попробуйте. Но я думаю, что в чем прелесть ее? Это возможность посмотреть на себя со стороны, сделать шаг в сторону. Вот ты занимаешься текущей политической работой, и потом ты видишь это, как отражается, как это воспринимается. Действительно, группой талантливых людей. Я думаю, что вообще ваша дискуссия сегодня несколько надумана, потому что я не чувствую реальной опасности этой передачи. И можно вообще обсуждать, как ее делать, потому что я вот хорошо знаю французский вариант этой программы. Он ежедневный, ну, пять раз в неделю, по будням дням. И там дается реакция на вот ежедневные события. То, что мы видим по воскресеньям, это, конечно... Я чувствую за этим огромный труд, я чувствую за этим огромное духовное напряжение. Снимается часто, как я знаю, это снимается в профессиональной киностудии. То есть это некое произведение искусства, которое иногда начинает диктовать авторам свои законы. И вот, как это теряется легкость. Теряется... Вообще должно быть смешно. Я считаю, что программа тогда удачна, когда вы, посмотрев ее вечером воскресенья, вы запоминаете одну-две реплики, и вы можете ее в понедельник, во вторник пересказать своим друзьям, сказать, что это смешно. Иногда это не получается. Но я просто представляю, насколько это сложный труд каждое воскресенье или до воскресенья садиться за сценарий. С одной стороны, чтобы это было интеллектуально, с другой стороны, чтобы это отражало политические события недели, остроумно. Так что вот об этом можно говорить. Это интересная творческая работа. Ну, понятно. Ну, вот давайте сейчас мы пригласим еще двух участников нашей программы пройти в студию и занять свои места. У одного из них есть свой резиновый двойник. Это вице-спикер Государственной Думы Борис Немцов. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Поздороваться сначала, кукла. Да, пожалуйста, пожалуйста. Уже пристановившейся традиции, Борис Ефимович сначала поздороваться. Привет, дорогой. Все в порядке? В присутствующем здесь. Все нормально. Держись. Татьяна Борисовна, все хорошо? Сейчас лучше стало, я понял. Да, спасибо. А, здорово. Наконец-то вы можете для себя пожить. Ну, конечно, не для тебя же. Вот именно. Главное не горевать. Хорошо. Борис Ефимович, прошу вас. Сюда или сюда? Где вам больше нравится? Могу сюда. Вот. И второй участник нашей сегодняшней программы, которую тоже прошу пройти на сцену, это упоминавшийся уже в сюжете Алексея Пивоварова Юрий Никифоренко. Тот самый, который пытался возбудить одно из уголовных дел против программы КУПа. Юрий Васильевич, Никифоренко. Здравствуйте, Юрий Васильевич. Прошу вас. Член комитета Государственной Думы по культуре и туризму. Я не ошибся? Правильно. У нас культура и туризм как бы сейчас в одном комитете, да? Только вы ошиблись с первых фраз. Я заявил, что я собирался уголовное дело возбуждать. Не собирались? Вы слишком преувеличиваете. А что было на самом деле? Расскажите. Я критиковал примитивность, доведенная до абсурда, в отдельных сюжетах этих спектаклей. А вообще куклу мне нравятся в целом. Какая была у вас идея, Борис Ефимович? Вы знаете, по-моему, просто в программе надо принять участие в предстоящих выборах. Вот. По крайней мере, те, кто... Регистрируйте, кандидат. Да, вот именно. Я думаю, кстати, будет замечательный результат. Ну, смотрите. Компания приличная. На подбор. Какой рейтинг будет? Вот. Кстати говоря, кукла, которая меня озвучивает, там молодой человек сидит, бедный, несчастный. Его тоже Борис зовут. Знаете? Да, знаю, конечно. Вот он ко мне на день раз... Вообще, я горжусь, что у меня есть кукла. И мечтал о том, что она появилась. У нас сегодня кукла Бориса Николаевича, по-моему, единственная, которая говорит. Или я ошибаюсь? Нет, сегодня она будет молчать. Время кончилось, Борис Николаевич. Вы знаете, вы слышите, что говорят? Время ваше кончилось. Вы с этим согласны? Ну, дело в том же, вы же поймите, это, понимаешь, 31 декабря была, понимаешь, шутка. Я же, понимаешь, уже это, и перед народом начал извиняться. Слезу утирал. О, да. А у вас, у телевизионщиков, пленка бас и кончилась. А хочу сказать, что у нас 31 декабря. Моим указом перенесено на 1 апреля. Так что у нас, понимаешь, сейчас как? Звоню недавно, тут с Барвики, Кремль, а Володя говорит, президент слушает. Совсем юмора нет, понимаешь, у человека. Папа, спокойно. О, не перебивай отца. Спокойно. Я вас уверяю, это был полный экспромт. Не, ну по этому поводу... А можно, чтобы актер Борис Безруков, который озвучивает куклу Ельцина, показался из-за ширмы? Он уже и не может. Ой, Борис Христенко, я прошу прощения. Он ушел уже. Игорь Христенко. Игорь Христенко, покажитесь, пожалуйста. О, привет. Простите. Удачно. А вы не могли бы сюда подойти? А у вас есть микрофон, замечательно. Да, здесь есть. А в кадре, в кадре наш актер. Ну скажите, пожалуйста, вот вы слышите наше обсуждение. У вас есть что сказать по поводу, вот уже всерьез того, о чем мы говорим? Власти сатира. Нет, ну я думаю, что это вечный вопрос, который существовал всегда. Но, насколько помнится мне, всегда у всех королей были шуты, которые имели право говорить все, что им кажется нужным. И иногда они были очень хорошими советчиками. И их слушали. Что скажете? Алексей Валентинович. Вы знаете, ситуация действительно серьезная. На самом деле она посерьезнее, чем вот так вы считаете. Ну вот, например, господин Якушкин. Ну ему не избираться, ему легко. Он спокоен, он сейчас почти на пенсии, так сказать, с президентом там находится в барвихе где-то. И, конечно, он мило смотрит на свою куклу. Но людям, которым избираться, пусть их мало очень, и за которыми судьбы своих огромных движений, организаций, в конце концов, судьбы страны, у них другое к этому отношение. Потому что каждое слово, сказанное в момент выборов, оно весит. И еще один момент, где я хотел бы солидаризироваться с Илюшенко. Надо осторожнее все-таки относиться к первым лицам. Я согласен, там, руководители фракции и прочее, но есть первые лица государства. Президент, там, премьер-министр. И здесь, конечно, надо быть осторожным, и это существует во всех странах мира. Извините, у нас уже много желающих высказаться. Но мне хотелось бы предоставить слово, правда, не в прямом эфире, к сожалению, у нас такой сегодня возможности нет, но в записи продюсеру программы «Куклы», бессменному продюсеру программы «Куклы» Василию Григорьеву. Он сейчас в Париже, он как бы гражданин двух стран сразу, и России, и Франции. Так сложилась его личная судьба. И интервью с ним короткое, которое вы сейчас увидите, записал как раз на эту тему наш корреспондент Вадим Глускер. Мы стараемся не ангажировать программу непосредственно в политику. Что это значит? Мы не исполняем задания каждую неделю, да, политическое задание. Его там нет. А если кто сомневается, то посмотреть не одну программу, а несколько в любой стране, а тем более так хорошо организованной, как Франция или Англия, никогда такие программы не будут незамечены властью. Но штука-то в том, что здесь и правовое пространство очень хорошо организовано. И вот пример из французской жизни. Здесь существует программа «Куклы». Она не похожа на нашу, но куклы похожи. И карикатурная кукла Ширака на выборах вероятно добавила ему большое количество голосов. Ширак упомянул об этом, став президентом. Разумеется, здесь никому бы не пришло в голову говорить об этой кукле как о политическом прототипе. Хотя, несмотря на то, что французская программа более политизирована, чем наша. И вот, конечно, никому бы не пришло в голову возбуждать уголовное дело на основании того, что кукла позорит президента. Ну, а теперь я хочу спросить у Бориса Немцова. Вот Алексей Митрофанов говорил уже сегодня о том, что куклы причиняют много проблем. Боли и страдания. Боли и страдания, да? Так вы, кажется, выразились. А вот как с вашими страданиями, Борис? Знаете, мне кажется, что депутат Митрофанов просто завидует мне, наверное, что нет его куклы. Я вас прошу, после этой передачи сделайте куклу Митрофановой, и все сразу встанет на своем месте. А у вас есть партия? Вот, у вас партия. Ну да, действительно. У них же вождейская партия, одна может быть кукла, действительно. Теперь я хочу вот что сказать. Я на самом деле хотел, чтобы была моя кукла. И когда НТВ приехало в Нижний Новгород, я работал там губернатором, то мы вели переговоры довольно длительные с руководством НТВ о том, чтобы появилась кукла. Должен нам сказать, что Ишиндерович и даже Гусинский сказали, что это невозможно, потому что сначала нужно стать политиком федерального уровня, а потом уже можно действительно претендовать на куклу. Да, ваша кукла появилась только тогда, когда вы пришли в правительство. Совершенно верно. Совершенно верно. И когда моя кукла появилась, первая реакция, я просто не смотрел, у меня не было времени, но мне позвонила моя мама, и в слезах сказала, что какой кошмар. Я сначала думал, может что-то случилось там. Я говорю, а что случилось? Мама, я видела программу куклы, я говорю, ты ужас, ты же урод. Ты же полный урод. Когда я ей сказал, я говорю, мама, это кукла, понимаешь? Это просто кукла. Это не я, это кукла. Я это повторял раз сто. Я хочу, чтобы Митрофанов, чтобы уважаемый депутат Никифоренко повторяли про себя. Спокойно. Путин – это кукла. Зюганов – это кукла. Жириновский – это кукла. И все пройдет, я вам гарантирую. Евгений, можно? Можно тоже реплику? Да, пожалуйста. Пожалуйста, Игорь Васильевич. А в чем-то Борис Ефимович прав. Вот действительно, за последние годы мы много кукол видим на политической арене, не только в студии НТВ. И в Кремле, в администрации, и есть даже и в Думе. Но действительно, многие политики играют роль кукол. А кукловоды ведь за кулисами. Кукловоды в тени. Правда, сегодня некоторые уже прорвались в Думу и уже пытаются там верховодить и навязывать законы в интересах олигархов. Вот олигарх как раз и является кукловодами. А что тут еще один момент? Существует уже. Жень. Уже есть куклы кукловодов, представляете? Да, 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 да. Так это же хорошо. Есть как минимум кукла Березовского. Не только. Но в данном случае я вот смотрю... У Волошина еще куклы, если не понимаете. А у нас сегодня есть кукла Волошина? А вот он, кукловод-то. Вот, пожалуйста, вот я в детстве. Удачи. Еще два штриха. Есть страны, где куклы уже привыкли, чены общества стали. Но есть страны, если не ошибаюсь, Соединенные Штаты, где, к сожалению, вот такой критики не позволяет в адрес первых лиц. Но это их нравы. А я считаю, куклы должны жить, куклы должны критиковать и сатирически раскрывать образ публичных политиков. Раз пошел в публичную политику, то терпись, страдай. И маму успокаивай. Вы знаете, у меня вот такой вопрос, кстати, возникает. Может быть, Центр-Изберком что-то скажет по этому поводу? У нас, к сожалению, с Центр-Изберком, по-моему, нет сегодня никого. А вы подпись не собирали, чтобы зарегистрироваться? Нет, но, знаете, мы как-то не подумали о том, что появление в программе куклы тех или иных политиков тоже может вызвать вопросы. С выборами связаны, да? В рамках предвыборной агитации. Агитация есть, элемент агитации. Я хочу вам тоже напомнить. Это кукла. Понимаете? Нет, это один из приемов агитации. Нет, я вам сейчас скажу одну вещь, которая лично меня удивила, Евгений Алексеевич. Одна вещь меня удивила. Например, моя кукла, говорит, совершенно понятно. Я уже... Самое поразительное состоит в том, и я тут с Владимиром Вольфовичем полностью солидарен, что я... У меня вообще нет слов паразитов, как правило. И совершенно понятно, и вот артист, который озвучивает мою куклу, он это признал. Я практически никогда не употребляю. Так вот... Это за вас придумали. Самое удивительное состоит в том, что политики говорят, ну вот Немцов же все время говорит, совершенно понятно. Так же в Жириновске однозначно. И куклы уже действительно стали носителем нашего образа. Вот это обратная связь происходит, понимаете? И сопротивляться нечего. Надо расслабиться и получать удовольствие. Совершенно верно. Это единственное, что можно сделать. Я помню, ко мне подошла... Сейчас я дам вам слово, Дмитрий. Одну секунду просто... Исследовать примеру куклы. Не исследовать, быть самим собой. Она уже воспитывает вас. Она влияет. Влияет. Если была ваша кукла, вы бы не говорили, что я злобный антикоммунист. Я вам точно могу сказать. Потому что ваша кукла тут же бы это стала повторять. Понимаете? Нет, а я вспоминаю, что подошла ко мне на каком-то приеме, я сейчас не помню, милейшая женщина, жена бывшего министра внутренних генов, Анатолия Сергеевича Куликова, она сказала... Ё-моё, ё-моё. Мы так любим программу куклы, но зачем же вот кукла Анатолия Сергеевича говорит «ё-моё» все время? Он же никогда дурного слова в жизни не говорит. Это точно. Кстати, между прочим, когда у нас на заседании правительства этот вопрос как-то обсуждался... А, это даже на заседании правительства обсуждался вопрос. Знаете, Анатолий Сергеевич, я его хорошо понимаю, да? Он действительно сказал, ну я не говорю «ё-моё». Если я аж скажу, так скажу по-нормальному. Вот к этому надо привыкнуть, на самом деле. Дмитрий, я хочу сейчас передать слово Дмитрию Якушкину. Я хотел бы сказать, что, во-первых, я не на пенсии, я работаю в Кремле, поэтому я могу сказать, что я спокойно сижу и реагирую на это. Потому что надо сказать, что в Кремле у нас, наверное, дисциплина построже, чем в любой, я думаю, думской фракции. Я хотел бы вам сказать об отношении Бориса Николаевича к тем же куклам. Он вообще очень толерантный человек. И он очень... Он вообще подчеркнуто уважительно всегда относится и к критике, потому что вы знаете, что свою политическую карьеру он сделал в начале 90-х годов, в том числе и привыкая к критике, и поощряя её, и с помощью журналиста. Поэтому вот такое существует взаимная любовь между ним и средствами массовой информации. Я хотел бы рассказать о том, как на одном из кремлёвских приёмов, по-моему, это был приём по случаю Дня Конституции, был приглашён на приём Сергея Безрукова, который раньше работал в вашей программе. И я нашёл его и подвёл его к Борису Николаевичу. И вот он начал говорить голосом куклы. И причём не просто пародируя голос президента Ельцина, но и разыгрывая, вспоминая, как один из сюжетов, который был там в предыдущей программе. И Борис Николаевич совершенно искренне смеялся и получил удовольствие. Оба человека получили удовольствие. У нас один из наших фотографов заснял этот кадр, уже на уникальный эпизод. Так что в этом смысле он очень толерантно относится. У него вообще очень хорошее чувство юмора. И он толерантно относится к критике. Но я хотел бы сказать к вопросу, опять же, какие могут быть недостатки в этой программе. А могу я, прежде чем вы скажете про недостатки, просто перебить пару уточняющих вопросов. Ну вот, Борис Николаевич, насколько я знаю, телевизор не часто смотрел. Нет, он смотрит постоянно. Я не могу сказать, что он смотрит. Но он смотрит все программы. Я не могу сказать, что... Вот Немцов говорит, что не часто смотрит телевизор. Я вам могу сказать. Я просто было время, когда мы довольно тесно общались с Борисом Николаевичем. И это было время очень жестокой критики в его адрес. И, честно говоря, для меня было поразительно, как всё он это выдерживает. И как он ни разу не звонил ни на ОРТ, ни на НТВ, никуда бы то ни было, да? И потом я понял, в чём секрет. Он просто не смотрел телевизор. Нет, но это не так. Я, кстати, считаю... Да, и ещё одна проблема. Ни в коем случае жёны не должны смотреть телевизор. Потому что это катастрофа. Насколько я понимаю... То есть ещё и жёны смотрят телевизор. Наина Иосифовна очень пристально смотрела все программы, всех каналов. Но не рассказывала ничего ему. Я в этом уверен. И в этом секрет свободы слова в России. Я вам могу сказать. Понимаете? Нет. Боря, я позволю не согласиться. Всё-таки это не так. Но это другой совершенно разговор о том, что имел в виду президент. Совершенно другой разговор. Дмитрий, ну скажите, пожалуйста, вот были конкретные ситуации, когда президент всё-таки обижался? Вы знаете что? Это ситуации, которые обижали не только президента, а во всех. Это ситуации, когда нарушались элементарные этические нормы. Ну, например. Ну, вы прекрасно помните. Вот сюжет, который, ну, мне кажется, не совместим вообще с понятием СЭП и программы, с программой куклы. Это сюжет, в котором была разыграна сцена похорон. Мне кажется, что он вызвал негативную реакцию повсеместную. Там, это не важно, как вы относитесь к власти, как вы относитесь к президенту. Мне кажется, он вызвал такую негативную реакцию у всех зрителей. Во всяком случае, вокруг меня, с кем бы я ни говорил, реакция была одинаковая. Вот Иван Киасашвили, автор сюжета, возможно, не самого удачного, не буду спорить, может высказать свою точку зрения сейчас. Это ведь была осень патриарха, да? Это не я придумал, это придумал Маркинс. Те, кто его читал... Микрофон поближе возьмите, пожалуйста. Они на меня не обиделись. А что касается... Я тоже не согласен, Женя, я не думаю, что это очень неудачная программа. Нет, я допускаю, что кому-то она могла не понравиться, Иван. Ей-богу, там не было ничего, вот то, что квалифицируют эти ленинградские профессора, как самые страшные. Да бог с ними, с ленинградскими профессорами. Нет, там же замечательная формула есть. С особым озлоблением. Вот там не было особого озлобления. Это я клюну. Вы сюжет-то напомните, какой он был на самом деле? Диктатор, ну, по книге. Диктатор в книге диктатор кладет в гроб своего двойника и подглядывает из-за двери, как относятся к этому, к его мнимой смерти, а как отнесутся его подданные. Ну, и проверяет, собственно, лояльность их. Таким образом. Ну, это черный юмор, да. Черный, да. Черноватый, так сказать. Мрачный юмор. В ноберах это жанр вполне допустимый. И во-вторых, ведь это прикидывание, это игра. Это ведь понарошку, это театр. А меня уже, я уже потом читал в газетах, что я Ельцина в гроб по-настоящему уложил. Чего я вовсе делать не собирался, и дай ему бог здоровья еще много-много лет. Мне тут страшным шепотом, пока я стоял спиной к той трибуне, на которой сидит Виктор Шендерович, страшным шепотом сообщили, что он хотел бы еще раз включиться в дискуссию. Да, не столько, мне кажется, что мы должны, есть очень важные мотивы в этом разговоре, они, так сказать, сами собой проскальзывают, они касаются даже не столько, может быть, кукол, столько, сколько общества нашего. Вот фраза депутата Митрофанова о том, что, не смотрите, какой вы ущерб наносите фракциям, за нами же фракции, говорит он. Вот это милое ощущение, милое ощущение, вполне российское, что власть от Бога, и что люди, которые во власти, уже, они не обсуждаются, они не обсуждаемы в принципе. Ребята дорогие, вы едите наш хлеб и спите на нашем диване. Понимаете, мы имеем право, и более того, мы просто должны, если я не частный человек, а журналист, мы просто должны за вами смотреть в увеличительное стекло. Мы должны считать каждую копейку в вашем кармане, потому что это наш карман. Понимаете? Для того, чтобы избавиться от назойливого внимания, таких негодяев, как я и мои товарищи, вы должны просто стать частным лицом, уйти в отставку, и никто вас не покажет по телевизору, а вас забудут через неделю. Вам легко вздохнется, а Владимир Вольфович через 10 дней, да? Он дольше... Вы знаете, Россия богата на... Россия богата на полунар, мне не волнуйтесь. Я должен поднести... Я абсолютно с вами согласен, что действительно люди, занимающиеся публичной политикой, находятся под увеличительным стеклом и должны контролироваться общественность абсолютно. Но программа куклы – политическое оружие. Здесь я вот с господином Якушкиным согласен абсолютно. Чьё? Чьё? А вот это отдельный разговор до утра с бутылкой водки, мы с вами запрёмся, и поговорим, чьё это оружие. Можно я как человек непьющий отвечу вам сейчас? Вот. Это оружие в руках тех, кто заказывает и делает эту программу, понимаете? Антон Яковлевич, я готов ответить вам сейчас. Я должен буду есть вот эту вот паркетную шашку, чтобы вы мне поверили, что я с Гусинским познакомился, вот увидел его, и мы первый раз обсуждение, какие-то были прошедших программ, там, несколько месяцев назад. Что ни Добродеев, ни Киселёв, ни Малошенко, они узнают о сценарии, вот мы перед озвучанием присылаем, есть технология, можете прийти и посидеть. Они прочтут это. А что касается программы, скажем, «Итого», то её видят в эфире Евгений Алексеевич, Олег Борисович, Владимир Александрович, они её видят в эфире. Есть нечто большее, между вами, вы знаете, какая самая высокая, самая интеллектуальная... А, мы телепатики, да. Нет, нет, не телепатики, когда вы единомышленники, вам не надо контролировать друг друга и читать сценарии. Это делалось при коммунистах, они поэтому и упали. Простите, пожалуйста. Я извиняюсь. Это уже не заказ. Я хочу уточнить. Это уже по-другому. То есть вы меня обвиняете фактически в том, что я демократ. Нет. В том, что у вас одинаковые политические воззрения, антипатии и симпатии, которые вы реализуете... Какой ужас. У меня есть убеждения, и они совпадают с убеждениями Евгения Алексеевича Киселёва и Владимира Александровича Гусинского. Вы не купили право на миллионы людей, его тиражили. А у них есть право нажать кнопочку. Ну и у государства есть возможность её выключить. Об этом говорил Владимир Вольфович. И такое же право, как ваше включить, у него выключить у государства. Так что почему вы отказываете... Вы знаете, я не уточнил, о каком государстве идёт вещь. Если мы уже в Иране, не в Иране, тогда у него нет права выключить кнопочку. Давайте мы обсудим вопрос о том, можно ли ставить знак равенства между правом каждого зрителя выключить телевизор, если программа, которую он видит на экране, ему не нравится, если правом государства отключить свет или газ, там как угодно. Как Нонна Мордюкова говорила. Если не будете брать, выключим газ. Так вот, давайте это обсудим всё и многие другие ещё вопросы, оставшиеся без ответа, после короткой рекламы. Мы продолжаем программу «Глаз народа» в прямом эфире на канале НТВ. Сегодня мы обсуждаем проблему власть и смех над этой властью, власть и сатира, власть и программа куклы. В данном конкретном случае. Хотя мне бы, честно говоря, хотелось, чтобы, может быть, в заключительной части передачи мы как бы вышли за рамки только этой конкретной программы и говорили уже о проблеме как таковой. Обожествляем ли мы власть? Может быть, порой мы это делаем? Так вот, я прежде всего хочу, как и обещал, предоставить слово Юрию Васильевичу Никифоренко, одному из участников нашей сегодняшней программы, который, если кто не знает, если кто смотрит передачу не сначала, у него были в своё время серьёзные возражения по поводу одной конкретной передачи. Так вот, вы что-то ещё хотели добавить? Я могу профессионально говорить по этому, поскольку с 70-х лет я чен-сай журналистов и на телевидении тоже работал немало, и в прямом эфире. Вообще, люблю сатиру, юмор, люблю сам иронично писать по некоторым вопросам. Но последний период куклы, к сожалению, вот авторы их сценариев где-то мельчают и утрачивается остроумие, образность. То есть та сатира, которая вот действительно раскрывала бы суть образа. Дело в том, что кто-то говорил, а вот кто заказывает? Что тут удивляться? В чьих руках НТВ тот и заказывает эти программы? Альтернативных тут нет. Перебиваю вас? Перебиваю вас. Вот я с некоторых пор не только ведущий этой программы, но ещё и генеральный директор НТВ. Поздравляем вас. Спасибо. Поздравлять тут не с чем. Это тяжёлая работа на самом деле. С раннего утра до глубокой ночи. Без выходных. Так вот, я могу последовать пример. Ну что мне плитку эту отколупнуть отсюда с пола и жевать? Я программу «Куклы» иногда вижу в прямом эфире. Нормально. Темы программы. Вы единомышленники. А вот это значит уже не заказ. Извините меня. Но я ещё хотел сказать. Обратите внимание, вот многие телезрители. Почему у нас нет филетонов в газетах? Опасно. Авторы могут вызвать суд из-за оскорбления чести и достоинства наказать. А в прошлые годы много филетонов было. В прессе нашей. А почему у нас в региональных телекомпаниях почти нет сатирических передач? Опасно. Те, что были в прошлые годы, их ликвидировали. Вот оставили только на закуску куклы вам. Чтобы любовали, жевали. Интересно, а можно было в прошлые годы написать филетон, направленный против первого секретаря обкома партии? Ведомо генерального секретаря ЦК. А, ну да, совершенно верно. Ведомо генерального секретаря ЦК можно было филетоны на первого секретаря обкома. Так что это делалось. Была демократия, но партийная демократия узкого круга товарищей из политбюро. Сейчас другие товарищи собрались и тоже хотят... Алексей, демократия это власть народа. К сожалению, власти у народа пока нет. Юрий Васильевич, ну вы согласитесь, что прежде чем печатать филетон о... Даже не будем брать там первом секретаре обкома. Об председателе исполкома области, да? И снимали с работы. После критических поступлений в печати. Вопрос сначала прорабатывался в инстанции. Нет, нет, реакция была на любую критическую статью. Посмотрел бы я на некоторых авторов, которые... Подшипки посмотрите и убедитесь. Ну, я тоже в журналистике не с 91-го года, вы знаете. Я думаю, на самом деле проблема вот в чем, я считаю, что Юрий Васильевич ее правильно поставил. Действительно, многих людей, представителей коммунистической партии, просто не устраивают хозяева НТВ. Вот если бы, например, НТВ владел, ну, например, Симага, да? Да? Или... Не дай бог, Симага. Извините, да, ой, я забыл совсем. Что вы? Назачем? Симага это... Прости, господи, да. Мы умеем верить в праку. Шандыбин, подождите, правильно. Шандыбин. Да, вот если бы Шандыбин владел, да? Вот тогда бы куклы были замечательные, тогда бы была Сахира. Я бы ни в то не доверил НТВ. Фильетонные, все бы было классно и нормально. Шандыбин это не мальчик. Проблема вот в чем. Конечно, критику не любит никто на свете. Я не люблю критику. Митрофанов не любит критику. Ни Гефаренко не любит. Ни один сидящий в зале не любит критику. И я не люблю. Вы терпеть не можете, я вас знаю. Понимаете? Вот. Попробую про вас что-нибудь напишу. Вы все время, это знаете, теленеделя, это страница самая любимая для вас. Это известно. Да. Никто не любит критику. Каждую субботу читаю, но научился. Но в чем проблема политика? Знаете, в чем проблема политика? Политик должен терпеть. Вы понимаете, сжав зубы. Противно и гнусно Мерзко и лживо Подло и корыстно Тебя ругают Вот так я думаю про себя И впервые в жизни Надо уметь терпеть Если ты хочешь в демократической стране Действительно заниматься публичным делом А не хочешь Северная Корея, Куба И там все хорошо Там тебя будут любить Потом правда расстреляют Но сначала будут любить Вот в чем проблема Мы терпеть не можем Бывает травля Это правда Вот сейчас трагические дни переживает страна Завтра будет Нет не завтра Послезавтра будет похорон Анатолий Александрович Многие аналитики считают Что сердце не выдержало Потому что была травля Действительно бывает травля Я считаю кстати говоря Что и Ельцина травили И мы еще вспомним Бориса Николаевича Когда будем говорить о свободе печати Я уверен в этом Я сейчас это могу спокойно говорить Потому что никто меня не может Обвинить в подобострасти И в любви к Борису Николаевичу Он уже на пенсии Несмотря на то что кукла говорит иначе Понимаете Я считаю что это гигантское завивание Мы должны сжав зубы терпеть Я же терплю когда Никифоренко говорит Что я злобный антикоммунист Правильно? Когда Шандыбин говорит Что я главный враг России А вы не злобный антикоммунист? Не ну вы посмотрите на меня Но я вас умоляю Никифоренко правду говорит Вот подождите Давайте скажем так Я веселый антикоммунист Вы знаете в чем дело Я действительно так же как Шандырович Их не очень люблю Это правда Но тем не менее Будучи губернатором Работал с ними У меня было в моем подчинении 11 первых секретарей Райкомов и горкомов партии Бывших выбрали 11 бывших Совершенно верно Вот бывших Которые потом выяснилось Что они не бывшие А будущие и так далее С ними всякое бывает Да? Так вот Надо уметь терпеть Это очень тяжело Когда вы вместе с ОРТ Нас с Чубайсом уничтожали Было дело Игорь Алексеевич Не хочется вам вспоминать Но было дело Но задело же Да естественно Ну неужели просто так Конечно задело Естественно Связинвест продали честно За это и мочили Как вы любите выражаться Это я Это не я Да я понял Вот там у нас Один человек Нет ну он дополняет Где я просто сказал Так вот понимаете Мы терпели Просто надо терпеть Теперь вот в чем проблема У нас должна быть Конкуренция на рынке Телевизионном Вот это действительно проблема Когда на рынке Доминирует одна компания И это не НТВ К сожалению И вы это знаете Тогда возникает проблема Тогда мнение одного человека Мнение одного ведущего Мнение одного диктора Действительно искажает Картину в стране Я считаю ключевая проблема Национальной безопасности страны Не в том чтобы отключить кнопку А в том чтобы сделать много кнопок Если не понравился Шандерович Что можно было включить Там телевидение Чукотки Я надеюсь там Есть депутаты Которые могут это все организовать И даже денег дать Вот и так далее Понимаете Чтобы можно было На разные кнопки нажимать Я вообще считаю Что это гигантская Национальная программа Должно быть телевидение У которой принадлежит коммунистам Должно телевидение Им не жириновского быть Нет проблем Должно быть много компаний Оппозиции должны быть Да Естественно Много должно быть компаний Вот в этом проблема Обвинять Евгения Алексеевича Который сейчас действительно Я вообще не представляю Как он эту программу ведет Честно говоря Он же еще за все НТВ отвечает Обвинять его в том Что в куклах там что-то не так Сказал Волошин А совершенно понятный Немцов делает Совершенно непонятные вещи Но это абсурд Понимаете Это просто коллектив Идинамышленников Частная компания Ставшая с нуля Между прочим Национальное достояние Не потому что мы ее национализируем А потому что без нее Было бы скучно Плохо И не было бы И не было бы свободы информации Так вот Они меня знаете Они меня из души в душу крыли Киселек Вот он красавец Знаете что делается Вы повторяете сюжет Нет Знаете что он делает Он брал мою фотографию И перечеркивал ее Черной вот так Краской Помните ли И я же нормально Сижу у эфира Красной краской Крест на крест Нет черной краской Красной Черной Поспорим? Не буду спорить Не знаю Нет Но была черная полоса Да черная полоса Замечательно Давайте каналов сделаем много И все будет хорошо Инвестируем в космическое телевидение Я вас уверяю Будет классно Простите Давайте пожелаем Творческому коллективу Мы почему-то Культ создаем Машендеровича Там же Многие авторы Работают Создают сценарии Кукол Пожелаем Чтобы они художественный уровень Подняли Этих спектаклей Поднять художественный уровень Я и того Смотрю ваши Прекрасные обдоры Только вы Оппозицию забываете Газета оппозиции Почему-то не попадает В поле зрения В вас Односторонний взгляд Читать надо Все газеты Замечательно Я психически слабый человек Я психически слабый человек Поэтому я долго газеты Завтра не удерживаю Морально слабый человек Нет у меня психика слабая Я заболеваю Я просто хочу сказать Как я вас понимаю Я действительно согласен Со многим Что говорил У нас бывают неудачи Отличие таланта От бездарности В том что у таланта Иногда бывают удачи Ну примитив Нельзя же допускать на экран Понимаете в чем дело Нельзя И мы стараемся не допускать Вопрос только в том Что то что вам кажется поражением Многим кажется победой И наоборот Здесь нету К сожалению Никакого другого мерила Кроме Вкуса И каждый человек Может решить Смотреть ему это Или нет А профессиональный уровень где? Вкус Вы же не на кухне Я вас официально Я думаю что Евгений Алексеевич согласится Я вас приглашаю в консультанты Программы куклы Помогите нам писать смешно Юрий Васильевич Не правда Юрий Васильевич На вас это не шутка Помогите Я буду очень благодарен Если вы родите Юрий Васильевич Если вы родите В течение недели Две-три хорошие шутки Я у вас их куплю Я боюсь что Юрий Васильевич Исключат из компартии После этого Нет Я вам гарантирую Пожалуйста Если я Шелдеровича критиковать буду И Немцова Поблагодарят Но дело в том что я занят Сейчас другими проблемами Покажут программу Напишут что вы консультант Представляете что будет Ничего Нормально Нормально Простите Вот я хотел бы задать вопрос Присутствующему Здесь профессионалу Писателю Юмористу И сатирику Аркадию Инину Аркадий Яковлевич Я знаю что вы Если ошибаюсь Поправьте меня Весьма критически Отзывались Совсем недавно В прессе О программе Куклы Скажите Пожалуйста Ветское слово Что вы думаете Ветского слова Я не знаю Тут в прологе Этой программы Было верно сказано Что тот кто борется Со смехом Сам становится Посмешищем Я так понимаю Что в каком-то смысле Меня пригласили В этой роли Потому что Я значит В одном обзоре Недавно Действительно Написал о том Что блистательная Так я начал Блистательная Программа Куклы И я не отказываюсь От своих слов В последних Нескольких Выпусках Мне показалось Работать Ниже своего уровня И как мне кажется Главная причина Я там написал Что Есть смех Сквозь слезы Смех с печалью Смех С горечью Даже Но Не получается Смех Злобный Мне показалось Что в последних Нескольких Выпусках Вот то Что мой друг Ваня говорит Что Не очень Злобно Может быть Не очень Но мне кажется Злобно Вот это все Что я Собственно Написал О программе Куклы И мне позвонили Чтоб я пришел И это подтвердить Значит Я это подтверждаю Мне кажется Что Во-первых Большая ошибка Сегодняшней Программы Но вы ее Не могли Предусмотреть Заключается В том Что Сюда позвали Моего друга Витя Шендеровича Потому что Витя Шендерович Он Очень любит Эту программу Я его понимаю Он ее родил И Поэтому Он Не он один Он занял Так сказать Не Ну Витя Ну Ты Должен сказать Что даже К первому выпуска Борьбой Борьбой С оппонентами Так сказать Очень много Как мне кажется Времени Хотя И делал это Как всегда Блистательно Что касается Тех выпусках О которых Я писал Я писал Собственно О двух Выпусках О Джекиле Хайт И крошка Цахис Особенно Мне кажется Мне кажется Крошка Цахис Неудачно Вот Я могу Ответить На ваш вопрос Надо ли Боготворить Власть Да Не надо Ни в коем случае Но мне кажется Что не надо Ее и Демонизировать Вот С нашим Значит Дорогим Товарищем Путиным Сейчас происходит Очень странная Ситуация Как мне кажется С одной стороны Мы все говорим Что это Кот в мешке Черный ящик Он постепенно Вылезает Из мешка Я бы так сказал Да Нет Так вот Я говорю Кот в мешке И черный ящик А с другой стороны Мы уверенно Говорим Что это Диктатура Это Все власти Спецслужбы И так далее И так далее Надо как то понять Либо он кот в мешке И мы не понимаем Кто это И тогда давайте Не будем гадать Либо мы знаем Что это диктатор И так далее И так далее Вот мне кажется Это есть некое Несоответствие Я скажу вам прямо Мне Не очень нравится Путин Я бы очень хотел Чтобы Наш будущий президент Чтобы у него Был не такой Стальной взгляд Чтобы у него Были Не такие А вы записываете Записываете Не такие Ледяные глаза Я бы хотел Чтобы наш Будущий президент Имел широкую Добрую Обаятельную Улыбку То есть Внешне Мне гораздо Больше чем Путин Нравится Элла Памфилова Гораздо Больше Понимаешь Но голосовать Я все таки Пойду Не за Эллу Памфилову А скорее всего За Путина Если он Не совершит Выборов Каких то Ошибок Вот в чем Понимаешь Разница Яковлевич Про себя Говорит Он никого Не призывает Я только о себе Только о себе Вот Что же касается Возвращаясь К программе Куклы То мне кажется Вы начали С вопроса Профессионала Как профессионалу Мне кажется Что во первых Это замечательная Познавательная программа Потому что Благодаря ней Миллионы людей Узнали Гофмана Там Гоголя Маркеса И так далее А все таки Гофмана узнали И то хлеб А как же Да Это я считаю Большой плюс С другой стороны Я понимаю Что авторам Трудно Потому что Схема жесткая Вот в отличие От французской Программы Которая Просто сегодняшние события На репризах Преподносит Здесь сама схема Вот Ваня говорит Маркес Меня велел Его в гроб загнать Ну да Ну куда Дениса И это Несколько Сковывает Программу У меня есть Предложение Вообще К Шендеровичу И ко всем Замечательным Авторам программы Я понимаю Что он не один Конечно Все это делает Я вообще считаю Что программу Надо сделать ежедневной И превратить ее В мыльную оперу Причем Мыльная опера Должна не освещать События прошедшей недели Это же вы у нас просили Да Вот именно Так вот Я кстати Я сейчас скажу Дело не в куклах Я хочу чтобы живые люди Похожие на тех или иных персонажей У нас же помните Был один похожий Вот Чтобы эти живые люди Могли играть каждый день Роли политические Я убежден Вот это было Было бы Это совсем другая Это не кукла Это другая какая-то программа Это было бы захватывающее зрелище Но они могли бы предвосхищать события Вот это была бы игра В которую была огромная страна втянута А действительно они себя ведут Я имею ввиду политиков Так как Вчера показали В такой Санта-Барбаре российской Или Все-таки они как-то корректируют свое поведение Это гораздо более захватывающее зрелище Потому что Я согласен Куклы рано или поздно Понимаете Они Будут ветшать Не потому что Они ветшают Что-то они стареют Кстати Когда моя обветшает Вы мне ее отдайте Ладно? Мы подумаем Совершенно понятно Обветшает все равно Так вот Я считаю Что рано или поздно Все равно будет кризис жанра И надо уже готовиться к этому Я к сожалению Знаете Я думаю Что наши политики Не дадут Этому жанру Спасть в кризис А вы у Виктора спросите Как вы думаете Виктор? Есть проблемы Реальные Они повторяются Понимаете Политики повторяются Да-да И вот То чем я говорю Вот некоторая вульгарность Проявлений Она повторяется Повторяемость огромная И в этом И легкость И ловушка Потому что Появляется автоматизм Потому что Практически Нету Сейчас людей Вот может быть Путин Ну тоже еще Та еще загадка Да? Не, ну подождите Появится новый глава администрации Волочин же не вечный Да? Понимаете? Да Но я в принципе Хочу сказать Что подавляющие Появится премьер-министр Появится Откуда он появится? Нам его из Люксембурга завезут Илья Алексеевич Вы знаете Вот я так внимательно слушаю У меня такое ощущение Что если мы не дадим Я имею ввиду Политиков Власть в целом Если мы не дадим Над собой смеяться То мы просто Друг друга перестреляем У нас ведь особого выбора нет На самом деле так Вот И еще По поводу Сильного государства И сатиры И издевок над властью Вот недавно был грандиозный скандал В Соединенных Штатах В Соединенных Штатах Сильное государство Можно позавидовать Сильная полиция Сильная армия Диктатура закона О чем Владимир Владимирович говорил Неотвратимость наказания И так далее Никакого иммунитета Кстати для конгрессменов Все равны перед законом И вот недавно случилось несчастье С президентом Соединенных Штатов Клинтоном Я видел американское телевидение Показывающее его личную жизнь И в виде кукол И в виде манекенов И в виде двойников Это можно сойти с ума Тем не менее Америка сильное государство Но он эту профессию себе выбрал же Клинтон Я понял Вы задаете вопрос Может ли быть Сильное государство И при этом Пресса И люди Имеют ли право Издеваться С иронией говориться О своем начальстве Я считаю Что если этого не будет У нас просто не будет Сильного государства Понимаете Государство и властители Которые боятся И не позволяют Над собой смеяться Не в состоянии Построить сильное государство Вот в чем дело Можно речь А что в Кремле По этому поводу думают Я сейчас хочу спросить Дмитрия Якушкина Вы знаете Мне кажется Что вы говорите О проблеме Которые не существуют Вы как бы Пугаете Некой опасностью От которой В общем Естественно Всем становится Неловко Но реальных Каких-то признаков Что такая опасность Надвигается Нет Путин Современный Прагматично Мыслящий человек Кстати говоря Тоже как и Борис Николаевич Ельцин Обладающий Чувством юмора Не похожим Не похожим Не похожим На чувство юмора Ельцин Но своим чувством юмора Человек другого поколения Ему в конце концов Нет смысла Давайте называть Вечи своими именами Душить Средства массовой информации Ему просто нет смысла Это должна быть Его опора Поэтому реально опасность Другое дело Другое дело Что независимо Кто у власти Сегодня Ельцин Путин Или еще кто-то Всегда Всегда Будет борьба И это происходит Не только у нас Это происходит и в других обществах Западных На которых мы Как бы по традиции равняемся Где средства массовой информации Где традиции свободы слова Может быть более крепкие Чем у нас Но там тоже борьба И там тоже никому Многое Никому Не нравится И та же самая критика И это постоянное Перетягивание каната Я думаю Что надо быть Постоянно бдительным Не надо Не надо Сеять Не надо сеять панику И предвосхищать негатив Тем более что его нет Но то что журналисты Должны оставаться Бдительными Это безусловно Я бы не стал здесь Преуменьшать Я панику не сею Но то что Как бы есть средства Массовой информации В которых В Кремле Мягко говоря Не любят А Говоря точнее Ненавидят Вы с этим Наверное не будете спорить Нет Я буду с этим спорить Потому что Ну я непосредственно Работаю Я не Путина имею ввиду Я имею ввиду Например господин Волошин Нет Давайте вы пригласите Александра Ставича И он Я думаю Охотно ответит На эти вопросы Да мы его столько раз приглашали Он боится по-моему Но я могу говорить о себе Я работал в Кремле Я работал в СМС информации Многое То что они писали Было не то что неприятно А было противно Было противно читать Это конечно то что Как говорил Аркадий Инин Это не просто критика Это была разрушающая критика Это была закладывалась Такая демонизирующая идея Когда обозначалась Обозначалась определенная группа людей На них сваливали все беды страны Вообще их являли щаде мада Этого не может быть в принципе Такого никогда не бывает Но это другой вопрос Мы уже как бы эту дискуссию пережили Но тем не менее Я Вот человек который занимался Отношением с прессой Я постарался поддерживать Отношения со всеми журналистами Независимо от того Какую позицию они Заменяли Тут я должен абсолютно Полностью с вами согласиться Признать что да Вот к вам Такого рода Критика Не может быть обращена Но вы же не один в Кремле Как и Путин в Кремле не один Давайте спросим сейчас у нашей аудитории Программа наша подходит к концу Сегодня больше говорили Так сказать Особо важные лица ВИПы Как сейчас принято говорить Которых мы пригласили на эту программу Ну а все таки Вот что думают здесь собравшиеся Может ли быть сильное государство Сильная власть в России Которая тем не менее Будет позволять критиковать себя И даже смеяться над собой Прошу вас Большое спасибо вам за возможность высказаться Вот я вот что хотел сказать И вот наверное не соглашусь с Митрофановым В том что А вам не кажется иногда Что культура наших политиков Иногда бывает настолько низка Что она не идет ни в какое сравнение С тем Какими милашками выглядят Их прототипы на экране Вот вы об этом никогда не думали Вот то же самое поведение Жириновского Вот такое сравнение Оно может идти Таскание женщин с голоса И после того как Каким милым Жириновский предстает Перед многомиллионной аудитории И что не кажется вам Что пиар делают Люди А не куклы И вот например В этом отношении С вами совершенно не согласен А я согласен с вами В том Знаете в чем В том что Реальные люди Должны быть реальными Политическими персонажами А не теми Которыми их выдумал Сандерович И Иван Юрий Васильевич Обещали еще раз Да А то немцы уже Дважды подряд А вы меня все обещаете Вот Якушкин сегодня Высказал смысл Многие на меня обратили внимание Что власть Должна иметь опору На средства массовой информации Это же опасно Это значит единомыслие Это значит идеология Одной группировки Которая будет у власти А в конституции говорится Что у нас не может быть Монополии одной идеологии Должен быть Плюрализм мнений Давайте об этом позаботимся В данном случае Я думаю НТВС Никто не закроет У вас опыт богатый уже Финансы есть И будем смотреть ваши передачи Но Сатира может Или обслуживать власть Или обнажать эту власть Обнажать пороки общества И отдельных политиков И пожелаем в этом плане Творческих удач Спасибо большое всем Кто принял сегодня Участие в нашей дискуссии Извините еще раз Если кому-то не досталось слова Уж так получилось Спасибо за ваши аплодисменты И смех Я прощаюсь с вами До следующей встречи Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому 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 Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому